С опережением графика автотрассу Нарин-Марусинск могут открыть уже через два года. Такое заявление сделал губернатор Ненинского округа. Насколько это реально и от чего зависит сдача межрегиональной дороги? Не только внутри региона, но и за его пределы у Ненинского округа могут появиться собственные пассажирские самолеты Суперджет. Администрация уже подписала соглашение с транспортной лизинговой компанией. Расскажем подробности. Судебное дело. Служители Фемиды подвели итоги своей деятельности за последние два года. Подробная статистика в центре внимания. Рост преступлений на территории региона. Карантин продолжается. В регионе бушуют УРВИ, грипп, школы закрыты, детские сады тоже. Статистика заболеваемости неутешительна. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги пятницы. Последнего рабочего дня в студии Олега Танзейский. Мы начинаем. Круглогодичную автотрассу Нарин-Марусинск могут построить раньше 2022 года. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи заявил Александр Цибульский. Он напомнил, что на данный момент проект является самым крупным для заполярного субъекта. В интервью РИА Новости губернатор Ненинского округа отметил. На сегодняшний день уже достроен четвертый участок дороги, протяженность которого 15 километров. Специалисты подрядной компании приступили к первому и второму участку. Начали двигаться в строительстве со стороны и Нарин-Мара, и Усинска. Что тоже усиливает шансы на сдачу объектов вовремя. Что касается так называемого третьего отрезка, то его строители планируют сдать уже до конца этого года. Почти не сомневаюсь, что дорогу удастся построить вовремя в случае обещанного финансирования со стороны Росавтодора. Нет рисков и срывов сроков по реализации этого проекта. Надеюсь, что к 2022 году по ней начнут машины ездить. Даже внутренне надеюсь, что нам удастся сроки сократить и, может быть, сдать ее раньше. Все зависит от совместного финансирования. После появления постоянной грунтовой трассы переезд до Усинска будет занимать около пяти часов. Ранее Александр Цибульский заявил, что до тех пор, пока в округе не появилась постоянная дорога на большую землю, власти и регионы намерены субсидировать большее количество мест на каждом авиарейсе, чтобы снизить финансовую нагрузку на потребителей. Проблема транспортной доступности в Ниньском округе одна из самых актуальных. Попытки ее решить предпринимаются с 1992 года. Еще новости из Сочи, где проходит российский инвестиционный форум. Администрация Ниньского округа и государственная транспортная лизинговая компания заключили соглашение. Согласно документу, стороны намерены осуществлять эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на развитие региональных воздушных перевозок на территории субъекта. По итогам подписания соглашения Александр Цибульский отметил, что у нашего региона есть большие планы по расширению парка окружного авиаприятия. Губернатор, в частности, заявил, цитирую, «Сегодня рассматривается вопрос приобретения в лизинг четырех машин сухой суперджет для того, чтобы ставить их на межрегиональные перевозки». По сути, это позволит создать базу новой арктической авиационной компании у нас в Наринмаре, а Ниньскому округу, собственно говоря, стать стартапером этой, как мне кажется, очень перспективной идеей. Конец цитаты. Между тем, проект НАУ и лизинговой компании по развитию авиации уже поддержан руководством Минпромторга России. Окружные судьи подвели итоги своей работы, причем отчитались сотрудники ведомства сразу за два года. Так, количество преступлений, зафиксированных на территории региона, увеличилось, соответственно, возросла и нагрузка на служителей Фемиды. Все подробности в материале Ивана Кутейникова. О результатах и качестве работы судей Ниньского округа за два последних года в обширном докладе рассказал Евгений Мартынов. Так, в 2018-м на работу региональной мировой юстиции было израсходовано из окружного бюджета более 10 миллионов рублей. Это без учета заработной платы судей. Нагрузка на специалистов ведомства в прошедшем году выросла. Причина увеличения количества зарегистрированных преступлений в регионе на 10%. По сравнению с 2017-м. В том числе и экономической направленности сразу на 45%. Если у нас на 45%, по северо-западу 6,4%, по России 9,5%. То есть мы пересеголяли, в кавычках будем так говорить, все остальные субъекты. Но вы знаете, что эти преступления, они расследуются очень долго, они очень сложные, и поэтому рассмотрение их тоже осуществляется в длительный срок и в судебных заседаниях. Поскольку связано с доказательственной базой, и само по себе рассмотрение является очень сложным. В целом за 2018-й год в суды Ненинского округа поступило 426 уголовных дел. Для сравнения, в 2017-м их было 376. По-прежнему на высоком уровне остаются рассматриваемые процессы, связанные с кражами и грабежами. По последней категории рост уголовных дел зафиксирован в пять раз. Кроме того, на 47% увеличилось количество уголовных дел по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью, как тяжкой, так и средней степени тяжести. Впрочем, есть и более приятная статистика. Количество поступивших уголовных дел по обвинению в убийстве снизилось, как я уже сказал, с пяти до двух уголовных дел. Уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, поступило всего 14. Следует отметить, что по данной категории дел наблюдается снижение по сравнению с 2017 годом на 17,5%. Как сообщил Евгений Мартынов, в прошедшем году вновь прослеживается положительная динамика по количеству оконченных производством уголовных дел. Судебное решение не вынесено лишь по одному из 426. То есть фактов грубого, длительного, волокитного рассмотрения дел не допущено. Все уголовные дела по статистике рассмотрены, установлены законом сроки. Почти 91, более 81% уголовных дел были рассмотрены в 2018 году в срок до полутора месяцев. От полутора до трех месяцев было рассмотрено 14% дел. Еще 16 уголовных дел были рассмотрены в срок от трех месяцев до одного года. Что касается вынесенных приговоров, то лишение свободы в 2018 году было применено к 118 осужденным. Это 30% от их общего количества. Теперь о гражданских и административных делах. Всего в прошлом году в СДО округа их поступило более 5000. Это на 25% больше, чем в 2017. В минувшем году преобладали жилищные споры, их число выросло почти на 80%. А вот количество споров о взыскании налогов и сборов снизилось на 33%. Говоря о планах на ближайшее время, Евгений Мартынов отметил, что в настоящий момент одним из приоритетных направлений является внедрение в работу судов округа системы электронного правосудия. Иван Кутенников, Сергей Качегов, Телеканал Север. Другим темам на территории региона на сегодняшний день зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Это штаммы H1N1, то есть свиной, а также H3N2, гонконгский. Первым видом гриппа в округе заболело 5 человек, вторым 7. Такие данные озвучили в Роспотребнадзоре по Нинницкому округу. В целом ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в субъекте остается сложной. Подробности в материале Александры Литковой. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Нинницком округе на сегодняшний день составляет 65%. Только с начала этой недели к медикам обратилось почти 500 человек. В основном болеют дети от 3 до 6 лет. Сейчас заболевших в этой возрастной категории почти 92% в целом по округу. В настоящее время зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев гриппа на территории Нинницкого автономного округа. Лабораторные исследования подтверждают циркуляцию вирусов гриппа А. Это H1N1 – свиной грипп и H3N2 – гонконгский грипп. Указанные штаммы вошли в состав сезонной вакцины. В связи с этим лица, которые были привиты в предэпидемический период, являются сейчас наиболее защищенной группой. Из этих 12 человек, у которых был диагностирован свиной и гонконгский грипп, 11 не были привиты. Это еще раз подтверждает, что заболевают те, кто не привит, и осложнения у них намного серьезнее. Что касается детей, то такой высокий уровень заболеваемости специалисты связывают в первую очередь с массовыми отказами от профилактических прививок против гриппа осенью прошлого года. Людям внушается то, что вакцинация, вообще в целом вакцинация не только против гриппа, плохая, неправильная и так далее. За счет вакцинации удалось победить высокую смертность от инфекционных заболеваний. Если вы посмотрите исторически, как эти заболевания развивались. Поэтому сейчас мы будем пожинать те плоды той работы, которая была сделана осенью. И это еще раз повод людям задуматься о том, что профилактические меры нужно начинать задолго. К профилактическим мерам относятся как закаливание, так и влажная уборка в доме, ношение масок в людных местах и, конечно, личная гигиена. Нужно как можно чаще мыть руки, не подносить руки к лицу, проветривать помещение, проводить влажную уборку в помещении. Но самое главное, хотела бы обратить внимание на то, что если, конечно, у вас, вы заподозрили у себя или у своих близких первые признаки заболеваний, то нужно обязательно обратиться к врачу и не отправлять своего ребенка в детский сад или в школу, если он у вас уже заболел. Также самим оставаться дома при первых признаках заболевания и начать как можно быстрее лечение. Кроме детей в группе риска находятся также пожилые люди и беременные женщины. Если женщина не успела привиться до беременности, то во время беременности прививаться можно с 14 недель. Направление на прививку мы даем, осмотр терапевта перед вакцинацией. У нас есть свой терапевт женской консультации, то есть проблем для осмотра и задержек с прививанием нет. Медики напоминают, при первых симптомах недомогания ни в коем случае не заниматься самолечением. Можно вызвать скорую или обратиться в кабинет неотложной помощи во взрослой поликлинике с 9 до 12 часов. Это еще одна мера профилактики, чтобы больные и здоровые не пересекались. Это показывает наш опыт. Опыт 2009 года, когда впервые у нас появился вирус Н1H1 свиной, и когда мы имели случаи смертей от этого гриппа. Все случаи мы разбирали. И во всех случаях имело место позднее обращение за медицинской помощью. И то, что люди занимались самолечением. Это были и жители сельской местности, это были и городские жители, которые не посчитали нужным, не обратили внимания обратиться своевременно за медицинской помощью. Главным санитарным врачом по Нейнскому округу с 12 февраля полностью приостановлена работа школ в Наринмаре, поселке Искателей и одного класса в селе Ома. В связи с этим школьники перешли на дистанционное обучение. Также на территории Наринмара приостановлено посещение в 22 группах 7 детских садов. Кроме того, отменены все массовые мероприятия. Мониторинг уровней заболеваемости ОРВИ и гриппом в детских садах и школах проводится в ежедневном режиме и находится на контроле управления Роспотребнадзора. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Стали известны объекты благоустройства Наринмара, за которые проголосуют местные жителям. Горожанам представлено для выбора шесть общественных территорий, пишет информагентство НАУ-24. Процедура по отбору пространств для благоустройства стартовала сегодня, 15 февраля. На днях в администрации Наринмара утвердили шесть территорий города, которые пройдут через рейтинговое голосование в текущем году. Это детский игровой городок на пересечении улиц Ненинская и Смедовича около детского сада, Семицветик, сквер в районе средней школы номер пять, общественная территория в районе дома номер шесть по улице Ленина, спортивная площадка по переулку Рождественки 16, а также две спортивные игровые площадки в районе Комсомольская и на переулке улиц Меньшкова и 60 лет СССР. Рейтинговое голосование будет проходить в течение недели с 15 по 21 февраля. Отдать свой голос горожане могут в заочной форме системе народной контроля, а также через открытую группу «Город Наринмар» в социальной сети ВКонтакте. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустраиваться в первую очередь. Напомню, ранее в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды был организован сбор предложений по территориям, которые необходимо благоустроить в 2019 и 2020 годах. Всего тогда в мэрию поступило 8 заявок. Добавленный, «Город Наринмар» уже третий год участвует в федеральной программе. За это время в городе были благоустроены 5 общественных территорий и 2 дворовые. Уже порядка 10 тонн макулатуры удалось собрать в ходе акции, объявленной некоммерческой организацией «Фонд экоразвития НАО». Напомню, акция «Вместе против рака» в Ненецком округе стартовала еще 4 февраля. Организаторы тем временем отмечают большую активность. Так, например, чуть меньше тонны макулатуры собрали студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Подробности в материале Ольги Русул. За 10 дней больше 10 тонн ненужных бумаг и картона собрали жители города и ближних деревень. Результат впечатляющий. Только учащиеся аграрно-экономического техникума сдали фонд акции 923 килограмма макулатуры. Студент Владислав Иванов лично вложил в общую копилку почти 10 килограммов использованной бумаги. Говорит, пожертвовал старые тетради и конспекты. Для благого дела не жалко. За 9 лет учебы и 2 курса у меня скопилось много черновиков и тетрадок с прошлых годов лет учебы. Ну, это все я вложил в это соревнование. Много, конечно, вложил, много насобирал. Много насобирал газет старых. И так и получилось. Самый скромный вклад в тонну макулатуры от студентов – 21 килограмм. Самый значительный – 551. Его внесли учащиеся группы 284. И заняли первое место в соревновании по сбору. Мы решили собраться всей группой и собирать все вместе. То есть в разных организациях. Ну, кто где мог, дома, кто-то бабушкам звонил, кто-то вот, где родители работали, все собирали. Вот. И вывозили тоже вместе. Ну, то есть всей группой. Акция, объявленная Фондом экологического развития, совпала со Всероссийским экологическим квестом, в котором студенты техникума также принимают участие. Одно из заданий в нем – сбор макулатуры. Кстати, по результатам рейтинга, ребята из «Наэта» сейчас на пятом месте из 100 регионов участников. Этот квест предполагает выполнение ряда заданий. И одним из заданий является как раз-таки сбор макулатуры. Вот, в принципе, ребята у нас этот квест организовали вместе с нашими педагогическими работниками. И, как мы выяснили потом, что проходит акция еще и по поддержке людей, заболевших раком, то мы решили и участвовать в этой акции. Собранные килограммы студенты передают руководителю некоммерческой организации Фонд экоразвития Андрею Кузнецову. – Очень замечательно. Я очень рад, что родные стены, все-таки у меня техникум, и что ребята так активно приняли участие в акции. Это вообще здорово. Тем более, это два составляющих, которые у нас решаются. Это и экологические проблемы, и помощь онкобольным. То есть, и когда я вот сегодня увидел, просто приятно был удивлен, что ребята активно приняли участие. У меня просто нет слов. Очень много организаций подключилось. И аэропорт, и Лукоэл Коми, и крупные, и аптеки, аптека центральной фармации, школы, ну, все учебные заведения, детские сады. То есть, очень много, и очень много физических лиц просто привозят, огромное количество привозят. Кроме того, к участию в акции подключились жители ближних деревень. – Нельминос, вот, директор Нельминоса мне звонили, сказали, что тоже соберут. Ну, они сами привезут, доставку сюда сделают, макулатура. А с Тельвиской мы еще раз общались, ну, мы машину направим. Зимник есть, машину направим, отсюда заберем сами. Из-за карантина в школах акция будет продлена до 22 февраля. Затем, когда сбор макулатуры будет закончен, ее рассортируют на бумагу и картон, отправят в Киров в пункт приема. Деньги, вырученные в ходе акции, представители фонда передадут в Красный Крест на нужды больных раком. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. Хороших вам выходных и до встречи в эфире.